Я тут в Таргет, потому что слышала, что вышла их новая прайд-коллекция. Итак, посмотрим. Это особый купальник. Он изобретён для таккинга. Leaf Love Lesbian. Они амёбы? Они даже не похожи на людей. Квир-квир. Вот, смотрите. Это детская одежда. Они говорят, что груминга не происходит. Тогда зачем им прайд-ползунки для младенцев? Трансгендеры всегда будут существовать. Я никогда не видела футболки уродливее. Мне всё равно, что ты квир. Кто это наденет? Вот в чём дело. Как мама из пригорода, я трачу буквально тысячи долларов в Таргет каждый божий год. И раньше так и было. Раньше я так и делала. Но больше не буду. В этом видео я хочу поговорить с вами о том, почему я никогда больше не потрачу центов Таргет. Чего и вам желаю. Я знаю, что теперь практически каждая корпорация так или иначе в тренде ВОУГ. Но Таргет реально доводит эти идеи до крайности. Ходили ли вы когда-нибудь туда за покупками во время, например, месяца чёрной истории? Я знаю, что июнь – месяц геев. Забыла, какой конкретный месяц. Это месяц чёрных. Но уверена, что вы видели всю эту атрибутику Black Lives Matter. Гор тем, что я чёрный, всю эту одежду для чёрных идентитористов. То, что они выставляют. Кстати, дело не только в том, что Таргет продаёт товары в поддержку БЛМ. Они жертвуют им деньги. Они пожертвовали 100 миллионов долларов на сборы средств БЛМ. Я уже давно в течение многих лет знала, что Таргет больше не получит от меня ни цента. Но вообще я даже рада, что теперь они зашли так далеко, что другие люди даже начинают понимать. Похоже, как и Бадлайт, они вот-вот столкнутся с бойкотом. Потому что по какой-то причине, какой-то безмозглый руководитель у них решил, что для Таргет было бы хорошей идеей не просто на полную отмечать месяц прайда, продавая товары с радугой своим клиентам, что меня уже отталкивает. Но также подумали, что было бы неплохо целиться конкретно в детей со всем этим. На этих видео не только купальник для трансов, но и просто одежда с символикой ЛГБТ для детей. Эти видео стали вирусными в социальных сетях, из-за чего многие родители стали, и это справедливо говорить, знаете, что Таргет? Если вы будете пытаться индоктренировать моих детей, ну что ж, тогда пойду-ка я в другой магазин. Что тут написано? Погоди. Это... это тот самый купальник. Дополнительное покрытие промежности. Так, френдли фасон. Посмотрим. Квир-освобождение для всех. Спроси меня о моих местоимениях. Рад, что ты совершил камин-аут. Вы, семья, что я выбрал. И, возможно, вы думаете, что вся эта прайд-атрибутика нерепрезентативна для Таргет в целом. Может, просто директор по закупкам немного тронулся? Daily Mail пишет, генеральный директор Таргет выступил в защиту спорной линии так-френдли женских купальников, настаивая на том, что этот ВОУК-продукт будет иметь коммерческий успех. Когда мы думаем о целях в Таргет, мы хотим помочь всем семьям. И слово «всем» здесь действительно важно. Большинство американцев ходит в Таргет, поэтому мы хотим поступать правильно, поддерживая семьи во всей стране. Думаю, это просто хорошее бизнес-решение и идет на благо общества. И это прекрасно для нашего бренда. То, что мы сделали с точки зрения разнообразия, справедливости и инклюзивности, повышает нашу ценность. Это помогает нам увеличить продажи, способствует более тесному взаимодействию как с сотрудниками, так и с гостями. Это то, что нужно нашему бизнесу. Ну да, наслаждайтесь бойкотом. Таргет, слушайте, все, что вам нужно было сделать, это продавать Старбаксы, продукты и постельное белье, и косметику, и адждо. И вы это делали, с огромным успехом, но по какой-то непонятной причине вы подумали, что вот это хорошая идея. Ну что ж, будет вам рог, вся вина на вас, и я с нетерпением жду ваш скорый кросс. И если вам интересно, почему я эмоциональнее, чем обычно в этом видео, меня всегда такое выводит из себя, как вы знаете. Но в этой истории появились еще подробности. Да, фиаско с Прайд Месяцем в Таргет куда хуже, чем просто скандал стран с купальниками, потому что теперь, оказывается, на них работает буквально сатанист, поставляя ряд Прайд-атрибутики. И было бы здорово, если бы это было просто большим преувеличением, но это не так. В определенный момент нужно признать, что эти компании – это зло, они абсолютное зло, и не заслуживают наших кровно заработанных денег. Как эта статья из нашего издания TheBlaze.com объясняет, Таргет сталкивается с негативом из-за продажи товаров дизайнера-трансгендера, пропагандирующего насилие, употребления наркотиков и сатанизм. Таргет уже сталкивается с бойкотом за продажу так-френдли купальников и ЛГБТ-ползунков для младенцев. Стало известно, что Таргет продает ЛГБТ-Кью-Прайд-продукцию от дизайнера, который пропагандирует насилие, употребление наркотиков и сатанизм. Таргет продает три вещи под брендом Эпрейлин, сумку-мессенджер, нам везде место, сумку-мессенджер, слишком квирной для земли и пулловер, лечите трансфобию, а не трансгендеров. Отмечается, что Таргет так описывает товары. Все предметы подходят для любых тел, независимо от гендерной идентичности и внешнего вида. Мы добавили конструктивные особенности, которые помогут подогнать размер под вас. Надеемся, что все гости найдут одежду, в которой им будет комфортно, подкрепляющей их индивидуальность. Мы понимаем, что посадка одежды невероятно важна, и будем продолжать развиваться и совершенствовать ее в соответствии с потребностями. Таргет, никто не просил об этом. Или, может быть, 10 онлайн-активистов просили об этом. Зачем? Ну зачем вы это делаете? Простите, простите. Я расстроена, потому что раньше любила Таргет. Правда? Что поделать, у меня это в крови. Я молодая женщина, мне нравится просматривать отдел косметики со стаканчиком Starbucks. И я зла на людей, которые отняли у меня это. Но на случай, если кто-то из вас скажет, «Ну подождите, чего такого в этих товарах? Идея лечить трансфобию?» Это, допустим, чересчур политизированное послание. Но с чего вся эта шумиха? Вот в чем дело. Хотя товары, закупаемые Таргетом у этой компании, не самое безумное, что можно представить. Видите ли, на собственном сайте компании другие товары этого бренда, ну, все довольно плохо. Насколько плохо? Что ж, давайте взглянем. От того же дизайнера мы также видим значок «Время трансфобов кончилось» с изображением черепа. Значок «Жаль, что ты цисгендер». Значок «Наносим ответный удар». Мы также видим пост со значком «Трансвидимы за аборты». И компания ранее ретвитнула пост со словами «Это эпоха греха». И продолжая серию сомнительных значков, вот еще один. Гетеронормативность – это чума. С гильотиной и надписью «Для голов гомофобов». И, конечно же, значок с изображением козлиной головы и надписью «Сатана уважает местоимение». И чуть не забыла упомянуть эту маленькую зажигалку с надписью «С полиции с систему». Вернемся к репортажу Blaze. Согласно веб-сайту бренда, компания про ЛГБТ. Компания базируется в Лондоне и была основана геем-транс-мужчиной. Основатель и дизайнер Эп Прейлин Эрик Каллен. Согласно Trendslash, сайту, который создает опыт для продвижения транс-нарративов, истории исцеления и, самое главное, прав транс-людей. И если вы вдруг не поняли из этого, какие значки предпочитает продавать этот бренд, основательница этого бренда – это женщина, грохнутая на всю голову, левый радикал. В своем посте в Инстаграм Каллен ранее написала, «Система – это то, что мешает трансгендерным детям чувствовать себя свободными, выражать свое истинное «я». Она делает мир опасным для них, заставляет людей чувствовать вину за транс-переход. Ее цель – удерживать нас в жестких рамках ролей, установленных при рождении. Она затрудняет транс-женщинам получение работы, жилья, страхования. Она говорит небинарным людям, что их не существует. Это причина, по которой транс-женщины сталкиваются как с женоненавистничеством, так и трансфобией в равной мере. Именно из-за ци системы транс-мужчин стирают и упускают из виду. Нам не нужно ее реструктировать. Нужно сжечь ее датлай, начать с нуля строить систему, которая не будет ограничивать гендер и самовыражение. Я говорила раньше, скажу еще раз. Я бы хотела жить в мире, где в таких бойкотах нет необходимости. Но не получится сказать людям, как я, «Не делайте из этого политику, потому что Таргет сами так решили». Таргет – вот кто решили строить политику на сотрудничестве с этими людьми. Потому что… Не обольщайтесь. Таргет никогда и ни за что не обратились бы к… «Не знаю, кому-то вроде меня за партнерством, потому что меня считают слишком противоречивой из-за консервативных взглядов». Видите, как это работает? Нет абсолютно никакого предела тому, насколько левым можно быть. Крупные бренды все равно будут приходить к вам и говорить, «Эй, поддержите наш продукт, давайте сотрудничать, станьте лицом нашего бренда». Хотя нашей целевой аудиторией и являются женщины, а у тебя есть пенис. Нет предела тому, сколь радикально левых персонажей примет корпоративная Америка. Но это не относится к правым. Вы никогда не увидите, чтобы бренд типа Таргет связался с кем-то вроде Кэндис Уоуэн, Мэтта Уолша или даже просто решил сотрудничать с консервативной знаменитостью. Просто посмотрите на все противоречия, возникающие всякий раз, когда Крис Пратт снимается в фильме. А он даже не консерватор. Его просто подозревают в консервативности взглядов, потому что он от крестьянина. Так что не сомневайтесь, консерваторы не начинали культурную войну. Это чисто продукт левых. Но наконец-то, наконец-то, консерваторы начинают понемногу сопротивляться. Байкот Бадлайт показывает эффективность. Но нельзя останавливаться на этом. Надо сделать Воук настолько ядовитым, чтобы бренды даже не осмеливались прикасаться к нему, чтобы не понести убытки. Я хочу, чтобы бренд, открыто продвигающий Воук, был столь же немыслимым, как бренд, открыто поддерживающий куклу с клан. Вот насколько токсичным нам нужно сделать Воук для этих брендов. И сделаем мы это, не давая им наши деньги. Конечно же, поддерживайте транс-сатанистов сколько угодно, но вы не станете делать этого на мои деньги. Это все, что я хотела сказать. И как всегда, если понравилось видео, ставьте лайки и подпишитесь. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова